В отношении экс-министра сельского хозяйства Елены Скрынник может быть возбуждено уголовное дело. Для этого накоплено достаточно материалов, сообщили Интерфаксу информированные источники в Москве. В этом случае на зарубежные счета и недвижимость Елены Скрынник в качестве обеспечительной меры могут наложить арест. В настоящее время Елена Скрынник, находящаяся во Франции, имеет статус свидетеля по уголовному делу о мошенничестве в Росагролизинге. До назначения на пост главы Минсельхоза Скрынник возглавляла эту компанию. Именно в этот период ее руководство госкомпании недосчиталось 39 миллиардов рублей. Некоторые производители сельхозтехники отмечают, выделенные в кризис 25 миллиардов до отрасли практически не доходили. И вместо 2 миллиардов, которые она нам обещала, мне удалось получить около 300 миллионов рублей на заявки сельхозпроизводителей. И то, они всех заставили подписать договор обратного выкупа, который совершенно кабальный, по которому они могли за 2 недели любое предприятие приватизировать. Впрочем, сама Скрынник утверждает, речь идет не о мошенничестве, а о задолженности. И переадресовывает все вопросы о пропавших миллиардах бывшему первому вице-премьеру Виктору Зубкову. Именно он возглавлял тогда совет директоров Росагролизинга. Между тем, представители отрасли, знакомые с ситуацией уверены, ключевые решения принимались именно Еленой Скрынник. Он пришел не на ее место, он пришел на место Гордеева, который раньше был председателем совета директоров, потом стал Виктор Алексеевич Зубков. Но оперативное руководство ни тот, ни другое не осуществляли. Совет директоров был достаточно номинальной такой структурой. Лена Борисовна всеми решения принимала директор, ее подчиненные, ее заместители, назначенные ей уже фактически. Поэтому тут на Зубкову стрелку, я думаю, неправильно переводить. Тем более, что я знаю, у них такие непростые отношения были. И сегодня стало известно о двух новых эпизодах мошенничества оборонсервиса. По информации коммерсанта, в результате продажи доли Минобороны в питерской компании 436-й комбинат нерудных ископаемых и акций Московской центральной военной экспериментальной картографической фабрики государство потеряло 65 миллионов. Базовое дело оборонсервиса объединяет уже 9 уголовных дел, а общий ущерб по оценкам военных следователей превышает 4 миллиарда рублей. Эксперты между тем обращают внимание, оба коррупционных скандала вокруг Минобороны и Росагролизинга по сути связаны с фигурой экс-премьера и бывшего первого вице-премьера Виктора Зубкова. Именно с его семьей некоторые аналитики связывают отставку Анатолия Сердюкова. Дочь Виктора Зубкова то ли до недавнего времени была, то ли продолжает оставаться супругой экс-министра обороны. Все это говорит в пользу версии политологов, что под прикрытием антикоррупционной кампании во власти развернулась межклановая борьба. Некоторые эксперты подозревают, что кто-то хочет подставить под удар самого Виктора Зубкова. Сейчас он является председателем совета директоров Газпрома и спецпредставителем президента по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа.